Всем привет! Сегодня 5 мая, Московская область. Я привезла рассаду огурцов, чтобы высадить ее в теплицу. Вот так выглядит моя рассада. Имеет три полных настоящих листа и четвертый маленький. Именно в таком возрасте я люблю высаживать огурцы. Очень хорошо приживаются. У меня здесь три гибрида и еще у меня люфа. Вот она. Итак, грядка у меня четырехметровая. На ней я буду высаживать 7 кустов огурцов и 2 кустика люфы. Я уже начала высаживать огурцы и хочу показать, как я это делаю. Я беру лопату, не совочек какой-то маленький, а именно лопату. И выкапываю ямку посадочную. Я ее делаю очень большой. Так, теперь добавляю пол ведра конского навоза. Это годовалый. Затем две горсти крапивы мелкопорубленной. И два совочка золы. Перемешиваю. Возвращаю обратно землю выкопанную. Закапываю. Делаю углубление. Непосредственно сюда буду уже высаживать огурец. И поливаю водой. Воды я добавляю одну лейку. Лейка у меня 10-литровая. Я очень хорошо проливаю посадочную яму. Сейчас она впитается. Я еще долью. Беру рассаду огурца. Я вытаскиваю вот с помощью вот этих ушек. Я их тяну и она очень легко вытаскивается. Такая замечательная корневая система. Такой огурчик. Выставляю. Чем хороши рассадные пакеты, я уже говорила, что корни вообще не рвутся. Аккуратно прижимаю возле стебля. Все, огурец посажен. Огурцы я сразу же подвязываю. Потому что если помидоры я оставляю через неделю, через две на подвязку, то огурцы сразу. Потому что они очень быстро растут и не успеете оглянуться, как они уже будут большими. А уже взрослые растения подвязать тяжело. Подвязываю я бечевкой в две нити перекрученные. Делаю свободную петлю. Это самый удобный вариант подвязки. Я так делаю и с томатами, и с огурцами. И в натяжении делаю подвязку, чтобы огурец хорошо был зафиксирован и не болтался. Подвязанная нить к огурцу должна пружинить. Если стебель уже длинный, я его слегка подкручиваю. По часовой стрелке. Все усы я обрываю. Здесь уже есть пасынки, я их убираю. Все огурцы, которые будут завязываться до 5-6 листа, я их все убираю. Огурцы веду в один стебель. Но уже когда они вырастают до крыши, и у меня нет возможности их уже формировать, я их уже опускаю на вольное хлеба и уже не формирую. Огурцы высадила, подвязала. Также высадила люфу. Но не стала ее подвязывать, потому что стебель очень тонкий, даже не смогла накинуть петлю. Поэтому попозже это сделаю. Два растения в одну лунку посадила. По такой же схеме, как и огурцы. Еще под каждый куст огурцов я заложила глиокладин. Здесь 10 таблеток, по одной таблетке на каждый куст. Это биологический препарат. Это длительное действие от всех корневых гнилей и от черной ножки и так далее. Хороший препарат, я его в прошлом году использовала, поэтому никаких таких напастей у меня не было. Вот такие маленькие таблеточки. Просто возле корня я их закладываю на углубление. Вот так. Но чтобы этот препарат работал, нужно поддерживать постоянную влажность. Обязательно я сейчас замульчирую все огурцы соломой и обработаю по листу препаратом HB101. Я разведу 5 капель на пол-литра воды. Растение я замульчировала соломой и обработала по листу препаратом HB101. У нас сегодня было очень яркое солнце и все высаженные растения, а в особенности огурцы, обязательно нужно притенять. Так как я их уже подвязала и у меня нет возможности поставить дуги хотя бы на несколько дней и накинуть укровной 17-й плотности, я решила сложить его в два раза и полностью вот эту стену вдоль всей огуречной грядки я закрыла укровным 17-й плотностью. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok